Нет, честно говоря, я не знаю. Нет, не знаю, не знал, вот первый раз от вас. Нет, не знаю. Ну, это божественный праздник. Я точно не скажу, хотя я в Бога верю. Знакома немного с американской культурой, знала, что там отмечается 30 марта, тоже в конце марта в этих числах. Действительно, там какие-то происходят костюмированные парады, они веселятся. День Святого Патрика многие знают как национальный ирландский праздник, который отмечают в разных городах мира 17 марта. Но в этом году этот праздник официально вошел в календарь Русской Православной Церкви. И почитать Святого Патрикия будут 30 марта. На сегодня мы дополняем святых, которые потрудились на Ниве Божией. Святой Патрикия, он много трудов положил, но достаточно даже упомянуть, что его имени посвящено 200 храмов. Надеюсь, и у нас в России будут носить имена наши русские люди Патрики. Мы будем отвечать его службу литургически, будем молиться ему. Но на Западе этот день отмечают особенно праздно. Парады, фестивали, алкоголь, танцы, ношение зеленой одежды или трелистников. В Чикаго даже реку красят в зеленый цвет. День Святого Патрика становится более светским и поддерживается прежде всего рестораторами и торговцами пивом. Представители Старообрядческой Церкви опасаются, что и в нашей стране почитание Святого Патрикия может превратиться в разгульный праздник. Сам по себе Святой Патрик в настоящее время, его празднование совершенно не имеет никакой религиозной составляющей. Это праздник разгула, праздник веселья, это праздник чужой культуры, чужого народа. Безусловно, праздник будет очень хорошо проспонсирован. Там прежде всего будут хорошие спонсоры Запада, например, американцы или те же англичане, или там другие католические денег на этот праздник не пожалеют. Такое нововведение, безусловно, положительно воспримут в Римско-католической Церкви. Но как отразиться на жизни верующих новая знаменательная дата в православном календаре станет известно только спустя время. Екатерина Роженко, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.